Вот так, еще получи, да! Нападающий Диди выходит, удар и гол! Да, я самая крутая! Диди, ты бы хотя бы погуляла что ли? Весь день в компьютере сидишь. Возьми своих друзей и иди на улицу. Мамочка, мои друзья тоже сидят дома и играют в компьютерные игры. Вот и я с ними заодно играю. Ах, вы ж поколение тиктокеров с этими компьютерами. Господи, дочка, да что с тобой? Я в твоем детстве гуляла на улице, а вы? Брала бы в настоящий футбол в реальной жизни. Кто-то звонит. Странно, это же директор школы, но сейчас же летние каникулы. Алло, Вероника Алексеевна слушает. Здравствуйте, Вероника Алексеевна. Я бы вас очень хотела видеть в школе. Что, в школе? Да, Вероника Алексеевна, в школе. У нас совещание учителей с первого по восьмой класс. Приходите. Я же брала отпуск. Поверьте, я здесь ни при чем. Приходите, и вы сами все узнаете. Желательно быстрее. Ладно, приходить так приходить. Диди. А, я сейчас пойду в школу. У меня совещание. Всех учителей совещание с первой по восьмой класс. Зачем? Ведь летние каникулы. Не знаю, дочка. Но мне все скажут. Я пошла. Директор так сказала, значит надо. Чтоб погуляла мне, ясно? Ладно. Так, дорогие учителя. Поскольку Вероники Алексеевны нет, нам придется начинать без нее. В конце концов, это она виновата. Поэтому давайте приступать. Какое хамство, какой позор. Да, позор. Да, позор. Какой позор. Так можно вообще? Так можно. Так, директор школы зовет. Позор. Позор. Кхм, дорогие учителя. Здравствуйте. Простите, что опоздала. У меня дома дочка слишком болтливая. Вероника Алексеевна, как вам не стыдно? Если бы вы были девочкой, я бы вас точно, родителей в школу пригласила. Вот, быстро садитесь. Это что такое? Кому вообще понадобилось собирать учителей во время каникул? У меня же дочка хочет на дачу ехать. Так, дело в том, дорогие учителя. Дело в том, что все ученики с первого по восьмой класс могут поехать в летний лагерь совершенно бесплатно. То есть как это бесплатно? А вот так. Летний лагерь «Радуга» сделал такой маленький подарок ученикам за то, что они весь год хорошо учились. И весь класс вместе с классным руководителем могут поехать абсолютно бесплатно. Ничего себе, маленький подарок. Это очень большой подарок. Значит так, ваша задача, дорогие учителя, обо всем сообщить родителям. Пусть родители сообщают ученикам, а ученики собирают вещи. Если будет мало желающих, то лагерь больше не предложит нам такого. Какой ведь это большой шанс поехать в такой классный лагерь, да еще и бесплатно. Да еще и ехать недалеко. Всего лишь два часа отсюда. Классно. Я обязательно сообщу родителям. Уж очень хочется туда попасть вместе со своим классом. Я тоже. И я. Все сообщат. Ну отлично. Ну что, учителя, вы можете быть свободны. Не забывайте про это. И баловных туда лучше не брать. А то они опозорят и ваш класс, и меня, и школу. До свидания. Кэн Дмитриевич, вы же все равно отец Еве. Так расскажите им. Конечно расскажу и своему классу сообщу. Ну и отлично. А я пойду повешу объявление ВКонтакте. Давай, давай, сейчас забьем второй решающий гол. Ура! Дочка, собирайся. Мам? Мама, не папа же. Значит так, я была на школьном совещании, и нам сказали, что лагерь Радуга, который находится в двух часах езды отсюда, с первого по восьмой класс принимает детей с классным руководителем бесплатно. То есть? То есть весь класс вместе с классным руководителем поедет абсолютно бесплатно. Бесплатное питание и бесплатный отдых. Поэтому собирайся, мы не можем упустить такую возможность. Что? Лагерь. А где он находится? Какой глупый вопрос, конечно же в лесу. Если в лесу, то я не поеду. Я хочу на море. На море бесплатно никто тебе не даст. Поэтому давай, собирайся, живо. Готовь свой чемодан. Я не поеду, мама. Ну и очень зря. Не поеду я. Кто-то из родителей уже пишет. О! Угу. Что интересного в этом лагере? Лучше в компьютер поиграть. А если я скажу, что туда поедет вся твоя компания? Ах, мама, ну что ты сразу не сказала? Давай, что ты медлишь? Быстрее собирай чемоданы. Хе-хе-хе. Хотя бы так я тебя уговорила. И раз положу игрушку, планшет, одежду, телефон, помаду, расческу, заколку, сумочку, книгу. Ну вот и все. Та-дам. Мама, я готова в лагерь. Молодец, дочка. Завтра с утра заезд. Фух. Вроде я взяла все самое необходимое. Даже компьютер. Я думаю, мне компьютер там точно понадобится. Что же заниматься в лагере? Чем? Дочка, я пришла проверять чемодан. О! Компьютер? Он-то тебе там зачем? Мама, надо. Надо, значит надо. Я не спорю. Так, отлично. Можно закрывать чемодан. Ух, ух, ух. Готово. Отнесу его к выходу, а то завтра далеко ехать. Кристиночка, ты собрала чемодан? Да, мама, вот он. Отлично, значит в лагерь мы точно сможем поехать. Стоп, а где же Маша? Ух, 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 ух. Агу, агу. Нет, что ты наделала, Ксюша? Ксюша, ты почему без носков? А, ты с носками. А что тогда вообще по полу бегаешь? Так, Маша, это что такое? Почему ты залезла на ее кровать? Мама, тебе лишь бы повоспитывать всех. Может я вообще не хочу в этот лагерь? Мне что, туда насильно что ли ехать? Хватит меня заставлять. Я может быть с тобой хочу. Дочка, хватит реветь. Это уникальная возможность ездить в такой хороший лагерь, да бесплатно. Нет, хочу с тобой. Дочка, успокойся сейчас же. Ты поедешь в лагерь. Не поеду я никуда. Хватит ныть. Никуда я не хочу. Маша, я уже собрала твой чемодан. Кристина! Нет, я никуда не поеду. Спасите! Дочка, у тебя там будет много друзей, ты с кем-нибудь подружишь. Там вкусно кормят, и мне будет лучше. У меня вас трое. Ну что мне с вами делать-то? Съездите вы в лагерь ради меня, дочка. Ладно. Какой тяжелый чемодан. Зря я столько всего набрала. Надо было взять один компьютер. Маша, догоняй. Не хочу в лагерь. Привет, девочки. Привет. Маша, хватит плакать. Эй, не буду не плакать. Да Маша каждый раз плачет. Мы уже смирились. Катя, мы точно ничего не забыли? Да вроде ничего. А что? Эй, нет. Просто спрашиваю. Ну все, мне надоел этот чемодан. Но я могу на нем зато посидеть. Мне же интересно Еве, почему ее так долго нет? Я здесь. Фух, ну наконец-то ты пришла. Я уж думала, одна поеду в лагерь. Ура, автобус приехал. Ну и чего мы все ждем? Заходим? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!